всем привет ребят и опять мы сегодня китайка и я докачал следующую локацию это локация небесный пик героев на 12 скилл потому что для новой локации к сожалению надо максимальной прокачки без них там очень очень сложно без донатом тоже будет очень много очень много запара и сложно проходить эту локацию не знаю для чего такие мучения все-таки стражи не оправдывают наших ожиданий то чего мы хотели увидеть от них куча ресурсов надо затратить намного больше чем на арты в итоге героев нас лишили выбора смены героя то есть он принадлежит к одной фракции все вы не можете его менять чтобы набрать энергию тоже очень много нюансов проблем в общем честно говоря разочаровала это нововведение полностью потому что для многих станет даже проблемным пройти подземки потому что тыква не будет так разгоняться как это было раньше в свитке то же самое будет на архидемоне в общем нюансов очень много и вот я застрял тут на 27 принципе у меня герои более-менее докачаны уже но тут как видите 12 скил и уже пошли и для этого тут тоже один из таких скиллов честно говоря мало мы их прокачек на китайке поэтому приходится качать все герои в топ от этого никуда не уйдешь соответственно мои силу поднимаем надо будет уже думать над дефом в общем много скажем так неприятных вещей из обновой пришло ну как неприятных надо вливать кучу ресурсов развивать аккаунт хотя этого не хотелось сделать так быстро так вот эта локация небесный пик давайте так кратце расскажу кого стоит качать кого нет хранитель однозначно да так как он увеличивает силу атаки и скорость атаки однозначно да делаем ему сразу 12 скилл у меня прокачан на максималку то есть однозначно эту локацию надо качать одной из первой как видите первую локацию я вам уже показал рассказал там про героев каких качать надо 2 локация именно это потому что тут есть купидон и хранитель который дает баф ну плюс конечно афина тоже неплохо и повелитель бури бог рома как видите ну я его прокачал потому что мне нужно было получить очки чтобы открыть 12 скил так ну тут в принципе можно все делать вот так на китайке кулаков немерено дают поэтому париться с ними тут не стоит почему прокачивает на 12 думаю вы так уже знаете для новичков объясню прокачка помимо того что дает вам усиление скилла то есть плюс дополнительные какие-то бонусы на 11 12 уровне у многих героев есть частично у некоторых просто усеряется атака там их не стандартные бонусы от умения скажем так самое основное это вот эти вот параметры это жизнь урон крит урон крит сопротивление точность уклонения то есть эти параметры это статы которые добавляются вашему герою на все время поэтому двенадцатый герой против десятого имеет очень большое преимущество казалось бы там может быть разница в скиле небольшая но за счет вот этих показателей 32000 там 1380 урона разница в героев очень очень большая так вот мы их прокачали давайте сейчас покажу какие герои именно для тех кто и новенький почему такие таланты объясню возможно некоторые таланты для вас будет удивлением так давайте начнем с хранителя его тоже уже на максималку прокачал нестандартная тут сборка стоит тут если вы там донат без донат обязательно должна быть ремочка либо ремка рунами если у вас ее нету то есть у меня тут как бы за пары с этим нет поэтому у меня такие таланты стоят я хранителя использовал только на подземке во всех остальных локациях я его практически не использую но сейчас буду использовать на новую локацию так талантики какие это корка также можно попробовать стойкость как но и говорят нам стойкость офигенная но ребят стойкость офигенной для тех кто без доната в основном у вас хранитель должен быть сейчас я вам покажу у меня есть 2 качается это первое так по фану прокачал мне нужен был баф потом была огненка я выставил так вот он вот такой вот у вас должен быть хранители тут не утекания должна быть либо ремка либо корка лучше конечно ремка сколько это же вариант неплохой все остальные варианты можно конечно там прокачать некоторые с каменкой качают но ребят это не тот хранитель который у вас будет универсальным ремка для подземок по вопа локаций огненка для и ремка рунами для пвп локаций офигенно подходит многие вот у него есть отражение отражение у него есть но когда не работает его скилла его скилл снимают очень часто тот же самый некрас там и другие герои тогда работает огненная защита на полную так как он танк ему это больше всего подходит жизнь честно говоря это не то немножко так дальше кто у нас там повелитель бури ну естественно тут открывается новое умение его то есть увеличивается урон и все его статы дав увеличивается поэтому по таланте q тут должна отстоять каменка потому что каменка либо священный он ему нужен дефный талант у него урона очень много защита у него чем лучше тем тем лучше для него и для вашей команды где вы будете его использовать а поэтому такой вот вариант будет священный огонь тоже стоять атакующие варианты можете посмотреть на основном канале видосики там честно говоря это все не очень для него так дальше 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 афинка увеличение скорости и заряд вот так вот она выглядит плюс одна цель еще дополнительно нее то есть по талантам атакующий талант должен пойти воодушевление вот у меня просто здесь грубая сила стоит получше чем бывашка можно баз ставить то есть варианты тоже рассмотрены на основном аккаунте можете посмотреть воодушевление для повышенных локаций даже даб на битву гильдий так дальше у нас кто идет купидон купидон это увеличение энергии увеличение силы атаки и также увеличение скорости передвижения на 35 процентов это на 12 скилле то есть ремочка однозначное замедление больше ему ничего не надо у меня еще на основе есть каменка для особых локаций чтобы его быстро фрей не сливало так дальше бог грома показывать даже не буду чисто чисто такой вариант возможно где-то когда-то буду использовать просто полиция прокачал ради того чтобы получить 12 скил и для определенных героев кто там у нас еще есть в принципе все там ангела я вам показывает особо не буду смысла нет где использовать героев думаю вы знаете для тех кто не в курсе кто хочет знать что будет дальше я уже делал отдельный видосик покажу в этом возможно кто-то пропустит в этой локации нажимаете вот здесь на шлемычок и видите у нас было вот так вот до последнего это у нас на русском можете сейчас даже зайти посмотреть пока нету обновы такой вот вариант был этот те герои которых нам улучшили но на китайке вот открыли а вот сейчас открыли уже следующие после обновы вот может увидеть сразу обновление следующие героями следующие обновы будет очень интересной поводу судьбы очень много востребуемых героев плюс ты как очень интересно будет ли у нее усиление просто поле я как-то использовать на лаву не знаю там прокачаю ради интереса покажу как изменение атлант на битву гильдии начали использовать ну герои новые герои плюс демона героя то есть еще не стандарт то что здесь семь героев как-то странно очень ну посмотрим мы вот остальные герои которых надо будет дальнейшем тоже прокачать видите панда синяя еще уволим по моему тоже интересно будет но последние 1 минотавра так растянули у нас ее до нового года будет короче то есть под новый год принципе все ребят вот такой вот раскладе качаем на китайке почуть силу не забирайте ордена если вы использовали забрали награду за ордена васила упадет у меня я забрал и у меня минус 9 тысяч силы у меня бы сейчас было 250 новый титул поэтому не спешите но я думаю в дальнейшем это все пофиксит поэтому готовьтесь к тому что сила у вас упадет придется опять прокачивать тот же самый титул которому вы стремились потому что без этого никак сила сейчас играет большую роль чем больше силы тем больше плюшек вы получаете ну и соответственно если вы гильдии состоите на битве гильдий там соответственно ваша гильдия имеет возможность за счет силы выйти на первые места если у вас конечно не будет разных форс мажора которая бывает последнее время так в принципе вроде все вам рассказала ждите следующих выпусков с китайки будут постепенно вам рассказывать про героев которых надо прокачивать обязательно лайки репостики делаете чтобы побольше людей видели информацию я вам как бы рассказываю с того что я уже прошел прокачал и знаю что нужно для игры потому что у меня возможностей поболее чем у других посмотреть потестировать и определить что будет универсально для героя все ссылочка на огнекрылое как обычно в описании участвуйте в конкурсе еще осталось там 10 дней и будем разыгрывать этого героя все всем удачи всем пока